Хорошо, мы продолжаем, 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 без установки продолжаем. Это воспоминания о Сократии. Это ксенофонд, воспроизводящий одно из сочинений Продика. Сочинение Продика о Геракле. Прошу. Продик в своем сочинении о Геракле, которое он читает перед многочисленной публикой, высказывает такое же мнение о добродетии. Он выражается так, насколько я припомню. Первое – это пересказ. Второе – это речь, произносимая перед публикой, многочисленной публикой. Геракл, говорит он, в пору перехода из детского возраста в юноши, когда молодые люди становятся самостоятельными, и видно, бывает, по какому пути пойдут они в жизни, по пути недобродетели или порог, Геракл ушел в пустынное место и сидел в раздумье, по которому пути ему... Да, смотрите, какое интересное дело. Ребенок не может идти по пути добродетели или порога. Юноша может идти по пути добродетели или порога. Первое замечание. Второе – даже лучший из героев, Геракл, первейший из героев, сын Зевса, он не знает, надо ли идти по пути добродетели. Он думает идти по пути добродетели или порога. К нему представилось, что к нему подходят две женщины высокого роста. Одна меловидная, еще одна. Белая одежда, да. На самом деле, для того, чтобы понять смысл этого, вы уже поняли, что это за женщина, да? Белая. Добродетели? Добродетели, да, да, да. Критон, страница 120, 43D. Какой же? Уж не пришел ли? Сделался корабль, с приходом которого я должен умереть. Критон, он еще не пришел, но думается мне, что придет сегодня, судя по словам тех, кто прибыл из Суми и оставил его там. Из-за этого ясно, что он придет сегодня, а завтра тебе необходимо будет Сократ окончить жизнь. Угу. Добрый час, Критон. Если уж угодно богам, пусть так и будет. Только я не думаю, чтобы он пришел сегодня. Критон приходит к Сократу в тюрьму и говорит, корабль придет сегодня, а завтра ты умрешь, побежали. Сократ отвечает, нет, сегодня он не придет. Почему? А, из чего ты это заключаешь? Я скажу тебе, ведь я должен умереть на другой день после того, как придет корабль. Так что остановили идущие этим делом. Вот я и думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Заключаю же я это по тому сну, который видел в ночь. Пожалуй, было кстати, что ты не разбудил меня. Какой же это был сон? Мне виделось, что подошла ко мне какая-то прекрасная величественная женщина в белых одеждах. Достаточно. Добрый день. Добладетельный человек знает, когда нужно умереть. Знает, когда придет его час. Но это не то, о чем мы должны говорить. А мы должны говорить о Гелаколе. Другая была упитанная, тучная, мягкотелая. Благодаря косметике лицо ее оказалось на вид более румяней, чем она была в действительности. На вид белее. Да, более румяней, чем она была в действительности. Белее и румяней одновременно. Фигура оказалась прямее, чем была в природе. Глаза широко раскрыты. Одежда такая, что сквозь нее может просвечивать красота молодость. То есть в ней не белая, а прозрачная. Она часто оглядывала себя, наблюдала так же, не смотрит ли кто-то другой на нее. Часто обертывалась даже на свою собственную жизнь. На первый взгляд разницы между добродетелью и пороком не существует. И добродетель – статная красивая женщина, и порок – статная красивая женщина. Когда я не буду уже близко от Геракла, то первая продолжала идти прежним шагом, а вторая, желая перейти ее, побежала к Гераклу и сказала. Элижи, Геракл, ты в разуме. К какому пути тебе идти в жизни? Так если ты делаешь своим другом меня, то я поведу тебя по пути самому приятному легкому. Радости жизни ты вкусишь всех, а тягости не испытаешь во весь век свой. Да, помните, это часть того, чему противостоит Сократ. Сократ не верит, что злые люди могут быть счастливыми. Помните, это несправедливые люди могут быть счастливыми. Это прямо из государства. Спор с Фалсимахом и Полиманхом. Именно это обещает порок. Во-первых, ты не будешь заботиться ни о войнах, ни о делах. А всю жизнь будешь думать только о том, какой бы кушанин или напиток тебе найти по вкусу. Чем бы усладить сервисы, чем порадовать обоняние или осязание. Какими мальчиками побольше испытать удовольствие. Как помягче спать, как поменьше трудиться, чтобы все это получить. А если, когда явится опасение, что не хватит средств на это, не бойся. Я не поведу тебя добывать эти средства путем труда и страданий, лесных и душевных. Нет, что другие зарабатывают, этим будешь пользоваться ты, не останавливаясь ни перед чем. Отсюда можно было чем-нибудь поживиться. Твоим друзьям я предоставляю свободу извлекать пользу и сцены. Хорошее замечание. Порок считает, что страдания – это зло. Помните, через что говорит Сокрова по поводу страданий и удовольствий в конце протокола? Что удовольствие есть благо. Что мы должны объединить благо и удовольствие. До этого дойдем, вы зафиксируйте это, если хотите, чтобы потом понять. Порок говорит Гераклу, что удовольствие есть благо. Что страдание – это зло, и его следует, следовательно, избегать. Выслушав это, Геракл спросил. А как тебе имя, женщина? Друзья мои, я отвечала, она, зовут меня счастьем. А ненавистники называют порочностью. Друзья зовут меня счастьем, а ненавистники называют порочностью. Счастье и порочность, с точки зрения самого порока, совпадают абсолютно. Счастливый человек и порочный человек – это один и тот же человек. В это время подошла другая женщина и сказала, что я пришла к тебе, Гераклу. Я знаю твоих родителей и твои природные свойства, из-за чего в время воспитания… Остановимся. Кто родитель Геракла? Бог и земная. Женщина, но наверняка она знает, кого. Какой бог-то, да, Зевса она знает, хорошо. Она знакома с Зевсом, заметьте, что порочность ничего про это не говорила, про свое знакомство с богами. Поэтому я надеюсь, что если бы ты пошел в путем будущего… Но остановимся. Но в какой жизни живут боги? Счастливой. Счастливой, без труда, без усилий, без страданий. Об этом скажет и сама добродетель. Когда скажет, что порочность была с богами, что порочность – это бог, изгнанный из Олимпа. Зато добродетель – это, конечно, не бог, и никто ее из Олимпа не изгонял. Ее место с людьми, не с богами. Поэтому я надеюсь, что если бы ты пошел в путем будущего ко мне, то из тебя вышел бы превословный работник на поприще благородных. И сколько их подвигов я стал бы пользоваться еще точным почетом и славой за добрый день. Да, если порок предлагает то, что она предлагает Гераклу для того, чтобы они стали друзьями, то добродетель предлагает то, что она предлагает Гераклу, чтобы прославиться самой. Добродетельные действия Геракла прославляют добродетель, а не Геракла. Смотрите, добродетель хороша, потому что так поступал Гераклу. Чеславие – да, но это не его теславие, это ее теславие. Значит, она порочна. Она теславна. Помните, что порочность не очень теславна, потому что, смотрите, ненавистники называют меня порочностью. Если бы она была теславна, она бы сделала бы все, чтобы ненавистники не называли ее так. А порочность и добродетель не отбродетель? Да, они будут полный порог и добродетель. Ну, представьте себе, греховность и безгрешность, и праведность. Не безгрешность в середине, а на праведность. Ну, вот и опануя тебя приютами, а к удовольствиям. Расскажу по практике, которую устроили все дни. Устроили для кого? Для людей. Нет, для себя они в порочности живут. Для людей, для всех остальных. Из того, что есть на свете полезного и славного, Боги ничего не дают людям без труда и заботы. Хотя сами все получают без труда и заботы. Хочешь, чтобы Боги были к тебе милостивы, надо чтить Богу. Хочешь быть людьми друзьями, надо делать такое друзья. Заметьте, здесь порочность и добродетель совпадают. Добродетель говорит, ты будешь не другом, и я буду делать тебе добро. Желаешь пользоваться почетом в каком-нибудь городе, надо приносить пользу городу. Хочешь послужить в косторг всей Эладе своими ростоинствами, надо стараться делать добро Эладе. Хочешь, чтобы земля приносила тебе вклад в изобилие, надо ухаживать за землей. Ну, давайте дочитаем. Думаешь, богатеть от скотоводства, надо заботиться от скотей. Смиришься, прославиться через войну, и хочешь иметь возможность освобождать людей и похорять врагов. А вот теперь уже тщеславие. Надо учиться у специалистов теории военного искусства и упражняться в применении его на практике. Применение его на практике. Хочешь обладать и телесной силой, надо приучать тело повиноваться рассудку и развивать свои упражнения с трудами. Иными словами, ничего не бывает бесплатным. Добродетель ничего не собирается давать гераку. Будешь вкладывать, будешь работать, будешь получать. Но опять же, что она скрывает? Случай. Случай, конечно. Можно сколько угодно качать железо, но если ваш организм не вырабатывает достаточно гормонов, то ничего не будет. Почему добродетель не хочет войны? Потому что война приносит слово. Еще раз, что такое справедливость? В самой базовой ее форме. Благодаря себя. Зло врагам добродрузья. Зло врагам и есть война. Но война ведь это в какой-то случайности? Конечно. Но это правда, но так тут везде есть случай. Это же не философия. Добродетель, то есть смотрите, философия действительно выталкивает случаи, но тогда она выталкивает и войну. Но добродетель не делает этого. Тот порочный сперебит ее, как говорит философия, сказал. Понимаешь, философия, о каком трудном и длинном пути к радостям жизни рассказывает тебе эта женщина. А я повезу тебя легким и коротким путем к счастью. Заметьте, радости жизни – счастье. Они зовут меня счастьем, а не радости. Тогда добродетель сказал. Жалкая твань. А у тебя что есть хорошего? Какое удовольствие знаешь ты, когда ты не хочешь ничего делать для этого? Ты даже не ждешь, чтобы появилось стремление к удовольствию. А еще до появления воды уже насыщаешься всем. Ешь не успевно оболодаться. Пьешь не успевно почувствовать жажду, чтобы еда казалась вкусной. Придумываешь разные хабарские штуки, чтобы питье казалось вкусным. Делаешь себе дорогие едины. Летом бегаешь во все концы и разыскиваешь снега. Чтобы сон был сладким, делаешь не только постели мягкие, но и подставки под кроватью. Потому что тебе хочется спать не от труда, а от нечего делать. Любовную страсть ты не обсуждаешь насильственно. Раньше появление потребностей к ней. Придумывая для этого всякие средства и употребляя мужчин, как женщин. Так ты воспитываешь своих друзей. Заметьте, добродетель против мужеводства. Как женщин. Так ты воспитываешь своих друзей. Ночью их бесчестишь, а днем – самое лучшее для работы чистое, укладывающие в спад. Хотя это и бессмертно, но из сона богов выброшена. Достаточно. Порочность бессмертна. И она божественна. Она была среди богов. О добродетели этого не сказано. Понятно, почему у добродетели нет места среди богов. Потому что там нет места труду. Более того, понятно, почему добродетель смертный. В отличие от порочности. Заметься с правдой. Нет, нет, нет. А? Это хороший ответ, близкий. Она меняется. То, что добродетельным считалось вчера, может не считаться добродетелем сегодня. То есть сегодня добродетелем считается труд. Вспоминайте правду и кривду. Да, Лариса Сафановна? Я сдаюсь, говорит правда. И я тоже из этих. А завтра уже не считается труд. Завтра добродетелем считается, например, водостров. Заметьте. Все, что ты делал для этого, делаешь ты для прославления. Для похвалы. Возвращаемся назад. Радости жизни. Не о счастье, а о радости жизни. И главная радость жизни – это похвала. Работа из-за похвалу. Счастливо разжигает добродетель. А кто поверит каким-нибудь словам твоим? Кто поможет тебе в какой-нибудь нужде? Кто в здравом уме решится быть в свете твоих почитателей? Молодые годы, они не очень тело, пожилые и слабоумной душой. Все молодости они живут без труда, но чужой счет упитанные. А через старость проходит тяжело изнеможденные. Берясь своих прежних дел. Тяготясь настоящими. Тяготясь настоящими. Через радости жизни промчавшись в молодости, а тягости отложить нас. Что же предлагает добродетель? Добродетель предлагает равно обратное. Это то, что предлагает культура вам сейчас. А будет он настоящий? Да, да. Работай ради будущего. Сейчас вы работаете, чтобы потом отдыхать. На будущем. Наша великая страна подсказывает вам, насколько это великая ложь. И добродетель не скрывает этого. Сейчас, в самые цветущие годы вашей юности, вы должны, с точки зрения добродетели, положить их в асфальт. Чтобы потом, когда вы станете старыми и жить реально станет не в моготу, вы могли насладиться этой прекрасной жизнью. Потом, когда вы будете больны, когда у вас все будет болеть, когда хороший сон пропадет. Когда о чувственных наслаждениях уже и речи быть не может. Причем даже не о тех чувственных наслаждениях, о которых вы подумали, а даже о самых базовых. Банально уже вкус еды не чувствуется, потому что рецептор уже стал. Или веселье до половины. Да, зубы тоже выпали, поэтому да, 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 да. То есть добродетель говорит, работай сейчас, потому что потом. Но она же показывает, что это потом не работает. Напротив, порог говорит, пока ты молод, наслаждайся. А потом и правда будешь стариком, но тебе будет тяжело именно потому, что ты будешь стариком. Старикам и так тяжело. Старикам не бывает легко, если, конечно, они все еще живы. Я живу с богами, живу с людьми, хорошими. Ни одно плохое дело. Она не входит в сон богов, она живет с богами. Ни одно плохое дело. Ни божеское, ни человеческое, не делая себе. Я больше всех пользуюсь почетом и богов, и людей. Ага, смотрите, почему? Потому что то, что боги делают, они делают ради прославления самих себя. Боги живут порочно, но если они что-то делают, они прославляют этим сами себя. Когда бог отвечает на вашу молитву, он отвечает не ради благого дела, а ради того, чтобы вы принесли ему потом жертву. Ради того, чтобы вы разнесли весть о том, что он помогает людям. Ради собственной славы. У богов, у людей. У кого следует? Потому что я любимая сотрудница художников. Я не страж дома хозяевам, благожелательная помощница слугам, хорошая пособница предах мира, надежная союзница в делах войны, самый лучший товарищ дружбы. Друзьям мои приятно, и без хлопов бывает кушение пищи и питья, потому что они ждут, чтобы у них появилась потребность в этом. Кто на них слаще, чем он праздник? И не бывает тяжело оставлять его, и из-за него они не пренебрегают своими обязанностями. Молодые радуются по хвалам старших. Престарелые гордятся уважением молодых. Они любят вспоминать свои старинные дела. Потому что больше всталости невозможно ничего сделать с точки зрения добродетеля. Старый человек не способен на серьезные славные дела. Если бы не был способен, то... Нет, ну это уже очевидно. Ну что в вечной молодости не существует, что люди старые. Нет, то есть как бы добродетель считает, что нужно всю жизнь... Пока ты можешь всю жизнь положить на труд. Она говорит следующее. Она говорит, что наслаждаться жизнью нужно всталости. Когда ты уже не способен трудиться. Нет, когда ты уже не способен даже наслаждаться жизнью. Жить ради предвкушения. Она предлагает убивать сейчас ради будущего. Но это будущее не может принести никакого удовольствия, потому что это будущее старость. Для богов нет никаких проблем, потому что они вечно молоды. Для людей это катастрофа. Порочность предлагает обратное. Наслаждаться сейчас, потому что старость все равно будет плохой. Она все равно будет тяжелой. Она все равно будет ужасной. Смотрите, что предлагает пароль добродетель старикам. Вспоминать свои старинные дела. Это все, чем может наговорить вас добродетель старости. Воспоминаниями о том, как вы когда-то прекрасно работали. Они хотят вспоминать свои старинные дела. Надо хорошо использовать настоящие. Потому что благодаря мне, любезным богам, другим друзьям, чтим отечественным. А когда придет назначенный ровным конец, незабытые и бесславные лежат они. Воспоминаниями о вечном свете успеха. Да. Ультимативное будущее – это будущее славы. Слава переживает людей славных. В чем проблема? Потому что мертвые славные люди не могут насладиться этой славой. А потому она для них абсолютно бесполезна. Мертвые не чувствуют удовольствия, потому она не может посмертная слава принести мертвецу удовольствие. И потому то, что обещает, ультимативно обещает добродетель, не имеет никакого отношения к жизни Геракла. С богами проблем нет. Так как они живут вечно, их дела прославляют их вечно. И потому они успеивают при жизни наслаждаться бенефициями от своей собственной славы. У людей нет таких возможностей. Если ты совершишь такие труды, часто добрых родителей Гераклов, то можно тебе иметь это блаженное счастье. Такой приблизительно был рассказ Продика о воспитании Геракла-добродетели. Но он разукрасил эти мысли еще более пышными словами, чем я. Достаточно. Говорит ли Продик, какую дорогу выбрал Геракла? Нет, не позволяю, чтобы у вас... Ну, то есть, про вот этот вот ее рассказ о том, что хорошо потрудиться бы сейчас на выводе... Да, 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 да. Продик не отвечает, что выбрал Геракла. Почему? Потому что мы все знаем о Геракле после смерти Геракла. То есть Продик не отвечает, потому что предполагает, что большинство автоматически подумает, что раз мы знаем о Геракле теперь, то Геракл явно был добродетель, а не порочность. Возвращаемся назад. Потому что благодаря мне. Потому что благодаря мне, любезный богам, дорогим друзьям, чтим отечеством. Три ультимативные вещи, которые обещает добродетель. Любезный богам, дорогим друзьям, чтим отечеством. Теперь поговорим о Геракле. Геракл нуждается в добродетели для того, чтобы быть любезным богам. Почему нет? Он не очень склонен. Конечно. Его отец бог, и его отец, как его отец, любит свое, то есть любит свое чадо. Геракл не нуждается в том, чтобы быть любезным богам. Дорогие друзья, ничего не могу сказать по поводу друзей. К сожалению, надо знать, кто были друзья Гераклу и были ли у Геракла друзья. Легенды явно не сохранили такой дружеской связи. Наконец, последнее. Чтим отечеством. Здесь слава русскому и греческому языку одновременно, потому что они походят друг на друга. Отечество – это страна отцов. Понимаете, да? А, где? И вот возникает вопрос, кто же отец Геракла? Ну, то ли я. Нет, смотрите, кто отец Геракла? Нет. Где отечество Геракла? Нет. Оно на небесах. Отечество Геракла не Афины, не Спарта, не Крит. А это значит, Геракл не может быть патриотом в том смысле, что он не может расславить свое отечество. У него нет отечества. И зачем он выбрал добродетель? Вот. А выбрал ли он добродетель? Плодик не говорит, что он выбрал добродетель. Слушатели толпа думают, что он выбрал добродетель, потому что до них дошли сведения о его великих делах. Но великие дела боги тоже делаются. И не расславляют их. Да, да, да. Но при этом боги порочны, да. Значит, ты Геракл? Значит, да, да. Но в глазах толпы тот факт, что от Геракла дошли истории о его великих делах, заставляют толпу заключить, что Геракл выбрал добродетель. Уча добродетели. Ну, в данном случае Геракл получается, и добродетели порочность, они как-то разновешиваются. То есть, чтобы он не выбрал, это одинаковый итог. Надо подумать, смотрите. Что обещает порочность? Порочность обещает хорошую жизнь сейчас. Хорошую жизнь, да. От хорошей, ничего больше. Добродетель обещает тяжелую жизнь сейчас и тяжелую старость. Максимальное, что она обещает, это посмертные радости, которых никто не ощущает. Но если учесть, что у боги живут порочность? Нет, богов убираем из этого уравнения, оставляем только людей. Потому что с богами все понятно. Из-за того, что боги живут вечно, их дела вечно являются для них бенефициарными, и сами они живут без труда. Боги порочны. Как бы с людьми. Есть ли что-то такое, что добродетель предлагает людям интересного? В конкретном случае Гераклу, он не интересен нелюбезность богам, не чтимость отечества. Это неинтересно для Геракла. От любви, наверное, все это общественно положено. От любви, да, да, да. Но Продик показывает нам, что это проблема. Это речь. Зачем мы ее читаем? Дело в том, что я напоминаю вам, что Гиппий – это как раз Геракл с точки зрения Сократа. И с точки зрения Божественного Продика, видимо, тоже. Гиппий выбрал неправильный путь. Гиппий выбрал путь правды и путь добродетеля. Гиппий не размышляет. Гиппий принимает как есть. Именно поэтому Гиппий – плохой софист. Глуповатый софист, давайте так. Именно поэтому Гиппий в этом разговоре, каждый раз, когда он будет пытаться что-то вставить, его все время будут заставить замолчать. Все его предложения, а у него будут предложения по поводу того, как есть этот разговор, они все будут остановлены. Остановлены, между прочим, Алкивератом. Но Сократом и Алкивератом. Хорошо. Есть ли вопросы по поводу этого интересного отрывка о Геракле и Добродетеле? Немножко не о Геракле, но о Продике. И своем любимый софист. Сократа. Да, Сократа. Но он сравнился с Тонтаумом, который постоянно страдал. Да, но он не просто постоянно страдал. Да, исходя из... Не совсем так, не постоянно страдал. Он... Страдание как наказание. Нет, 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 нет. Смотрите, он не мог получить то, чего хотел. Продик занимается тем же, чем занимается Сократ. Изучает вопрос, что такое. Но он не может ухватить того, что ухватывает Сократ. Он занимается языком, вместо того, чтобы заниматься сутью. Поэтому он очень-то ближе к Сократу. Он очень близок к Сократу, да. Но он промахивается все время. То есть он как бы абсолютно в ту же сторону мысли. Нагибается для того, чтобы попить. Но вода исчезает. Прямо у него на глазах. Продик бросается в исследование. Для того, чтобы исследовать еще такую мудрость, допустим. Но он исследует слово «мудрость», а не суть мудрости. В чем состоит мудрость. Я ответил? Да. Еще вопросы? Ну, по поводу Дераку. Дерак, лучше. Добродетели и порочность. Она получилась добродетель. Ну, как она говорит, что придет после смерти, по крайней мере, к славе. Ага. Ну, поэтому получается, что это на самом деле не так. Это вполне может быть так. Но Продик показывает, что... А какой в этом смысл для мертвого человека? Даже не для мертвого. Она говорит, что в старости жить станет легче. Если... Это ровно то, что... К чему у вас... К чему... Что обычно и обещает общество до сих пор. Если вы сейчас будете работать много, работать на износ. В старости будет легче. В старости не бывает легко. Что-то теоретически тем, что, честно, вы работали не можем, потому что он уже старый с ним. Да, да. Но зато останется живая память о ваших подвигах. Вам она интересна? Нет. Гиппий выбирает добродетель, не разбираясь. Смотрите, это ведь отцовские, дедовские роскости. Он выбирает их, подобно отцам и дедам, поэтому он успешный софист. Сократ, вслед за божественным Продиком, считает, что это безумие. Но молодежь учит, в частности, именно этому. Как и пророк. Открываете апологию Сократа, где Сократ говорит о... А давайте откроем. Хорошо. Давайте не будем открывать. В смысле, насчет великолепности, да. После смерти вас волнует что-нибудь? Ну, нет. Вы что-нибудь чувствуете? Можете быть счастливыми после смерти? Вопрос, когда это обсуждали на пару. А что, если на этот момент он сроком интересует? Нет, ну подождите, подождите. Мы всегда контекстуально говорим. Да, всегда есть контекстуальность. И тогда то, о чем вы говорите, должно быть отделено от того, что мы обсуждаем здесь немножко. Ну, это отличается на родитель и порочность, это выбор каждого человека, да? Причем выбор каждого юноши. Ну, вот это выбор. Но вот эта порочность, она же наступна не всем. То есть, если, допустим, юноша из какой-нибудь бедной, неродовитой семьи, он не может себе позволить ничего не делать и просто жить в своем родителе. Не-не-не, вы хотите сказать, что этот выбор, он не для всех, он только для самых... А? Для героев. Для гераклов. Да? Для полубогов. Для героев. Это речь перед толпой. Это значит, что в толпе стоят бедняки. В толпе по-другому не бывает. А это значит, что порочность предлагает Гераклу равно то же, что она предлагает всем остальным. Я уверен, вы знаете, как, будучи молодой девушкой, можно легко и безбедно жить. Знаете? Ну вот. Другое дело, что это называется порочным и осуждается и так далее. До сих пор. А? А вы слышите? Спасибо. Порочность максимально доступна. Она, как и философия, открыта для всех. И наоборот. Но, опять же, лишь не столько об этом, сколько о влиянии этой идеи на том, что нужно трудиться сейчас, для того, чтобы потом. И о том, насколько эта идея оказывается непроверяемой теми, кто ее принимает. Это как раз то, о чем Сократ говорит Гиппократе. Ты принимаешь внутрь себя, в свою душу, пускаешь знания, которые могут оказаться не таковыми. Общество говорит, следуя Платону и Продиком в данном случае, так, ну и так. Надо работать сейчас, чтобы потом было легче. И все мы принимаем эту позицию, не экзаменируя. Философия, в частности, и занимается тем, что она экзаминирует такие позиции и приходит к определенным выводам. Давайте по-другому. Хорошо. Трудился ли в своей жизни Сократ? Нет. Находим ли мы когда-либо его трудящимся? Нет. Он не выбрал. А какой путь он тогда выбрал? Он не выбрал путь тяжелой жизни, серьезных подвигов и гигантских трудов. Очевидно, нет. Хотя он, догоняя ваш вопрос, хотя он и был нищим и недодавитым. И урокли. И стройку. Хорошо. Еще вопросы? Хорошо. Ну что же, мы продолжаем тогда. 316А. Чуть только мы вошли, как вслед за нами, Алкевиат Прекрасный, как ты его называешь, да я вслед за тобой и Критий. Калехсва. Согласных подряд, Калехсва. Спасибо. Достаточно. Чуть только мы вошли, вслед за нами вошли Алкевиат и Клитий. Ну это тот самый Клитий. За Протагором идет шесть имен. Среди них оба сына Перекла. Рядом с Гиппием сидят трое. Рядом с Продиком сидят четверо. Сколько именных персонажей мы видим с Сократом? Ну, если мы опускаем Дипократа. То двое. Шесть, четыре, три, два. Свиту Сократу, это его личная свита, составляют Алкевиат и Критий. Будущий архипредатель и будущий глава Тридцати Тирана. Да, Алкевиат прекрасный. Прекрасный, ты его называешь так, и я согласен, говорит Сократ. Эта ремарка относит нас к самому концу Протагора. 260-я страница, 362-а. Так видно, надо сделать, раз ты этому мнению сказал я. Ведь мне давно пора идти, куда я собирался. Я оставался здесь только в угоде красавцу Кали. Да, это игра слов. Красавец Кали – это в разы красивый. Но Кали нигде не назван в этом диалоге красивым. Единственным красавцем назван здесь самим Сократом Алкевиат. Я оставался здесь в угоду красавцу Калию – это ложь. Но ложь, как и положено философской лжи, с долей правды. Я оставался здесь в угоду красавцу. Единственному красавцу, присутствующему здесь. Не тому красавцу, который красит своей мудростью, как вы знаете, товарищ, а настоящему красавцу. А там же еще и отстойчиво он сидел какой-то красивый. Агафон. Сейчас, давайте вернемся, чтобы я не был не обманул случайно. Безупречный, как я полагаю, по своим природным зарадкам и на вид очень красивый. Да, на вид красивый. Хорошо. Давайте дальше. Да, думаю, да. Войдя, мы еще немного помедлили, а смотревшись кругом, подошли к протаголу и я сказала. Заметьте, эти мы, чуть только мы вошли. Мы вошли, это кто? Сократ и Кипократ. Двое. Войдя, мы еще немного помедлили. Мы, это уже кто? Подождали. Не-не-не, они уже пришли. А как след за нами, Алкивиад, прекрасный, как ты его называешь, и кредит. А помедли как раз Сократ и Алкивиад, наверное? Уже, скорее всего, все четверо. То есть, Сократ знает, где и когда будет Алкивиад. Это его главное свойство в рамках охоты. Сократ приходит первым. Естественно, чтобы Алкивиад пришел за ним. Плохо идти за... Смотрите, охотник не бежит за дичью. Охотник ждет дичь. Потому что бегать невозможно. Надо уже быть там, куда она придет. И вот она приходит. И они объединяются. Сократ и три его последователя. Родик и четыре его. Гиппи и три его. Протокон и шести его. Подошли к Протокону, и я сказала. К тебе, Протокон, мы пришли. И я, вот он, Гиппократ. Как же вам угодно, сказал он, разговаривать со мной на этими или при других? Мы два, мы четыре, и мы снова два. Я и вот этот Гиппократ. Вот он Гиппократ. Ну, на самом деле, вот этот Гиппократ. Протокон не в первый раз встречается с Сократом. Они уже знакомы. Они уже разговаривали. И поэтому он понимает, что Сократ не тот собеседник, с которым можно просто поговорить при всех. Протокон предлагает Сократу выбор. Вы пришли с интересным делом или с тем, которое все могут услышать? Почему Протокон это делает? Может быть, он понимает, что Сократ говорит для разных людей разные? Очевидно. Но в чем проблема, да? То дело, с которым... А хотя, как можно узнать? Ну, то дело, с которым пришел Сократ, во-первых... Нет, но оно может быть опасным. Но опасным в каком смысле так? Поймут ли его те, кто с ним присутствует? Ну, если будет открыто сказано, вполне могут понять. Ну, в чем проблема, да? Проблема в развращении, конечно, конечно. Протокон знает, о чем он скажет ниже. Знает, что вообще-то софистика – это дело опасное. Что отцы очень жорко подоследят за своими сыновьями. И что на публику говорить все нельзя. Как и Сократ. Но, заметьте, Протокон на публику предлагает ему выбор. Когда вы на публику предлагаете человеку выбор, публичный разговор или не публичный, вы уже автоматически предполагаете, что разговор будет публичным. Вот здесь у меня как раз в один вопрос, почему Сократ сказал, что ему все равно. Ответ довольно простой. Вы увидите, как в течение диалога Сократ предлагает Протокону выбор. Раз за разом, раз за разом. Это делает намеренно, чтобы... Смотрите, чему учит... Нет. Да, да. Чему учит Протокон? Он учит Эвбулии. Английский хороший перевод good advisiness. То есть, хороший совет, хорошая советливость. Барускин, наверное, будет хорошо расследительным сказать. И Сократ публично проверяет его, давая ему выбор. Ты как, расследительный человек? А или Б? Протокон все время будет фейлить этот выбор, все время будет делать неправильный выбор. Если Протокон учит рассудительности, достаточно показать, что сам он нерассудительный. Как может нерассудительный человек учить рассудительности? Но надо показать это не только словом, что он вообще не понимает, чем он учит, но и делом, предлагая ему выбор, который он будет делать неправильно. То есть, тем самым демонстрируя, что он вообще нерассудительный. И с этого начинается все. Заметьте, что эта идея, идея выбора, она принадлежит не Сократу, она принадлежит Протогору. Сократ оборачивает ее против Протогора. И мы увидим позднее, как Протогор будет снова и снова и снова проваливать выбор. Сначала, который ему дает Сократ, потом, который он даст сам себе и так далее. Но важно другое, еще кое-что. Если бы Протогор ответил, да, этот разговор будет приватным, Сократ не смог бы рассказать его товарищу. Почему? Приватный разговор с Гиппократом – это одно. Это доказательство того, что философия доступна всем. Но софистика не доступна всем. А это значит, что если Протогор не хочет, чтобы она была доступна, она не будет доступна. Потому что если Протогор перейдет в режим приватного разговора, этот приватный разговор будет о чем-то страшно. Будет о чем-то серьезном. Но Протогор выбирает публичность, а значит, разговор будет о несерьезном. Софисты выглядят несерьезно. Посмотрите описание софистов. Один ходит туда-сюда, за ним галочкой ходят все остальные. А кое-кто даже пытается не перебежать его, чтобы не оказаться впереди. Второй сидит и разговаривает с непонятно какими-то людьми о каких-то глупостях. Типа, что там в небесах происходит? Ну, давайте я объясню. Третий вообще что-то бублит из-под одеяла непонятно что. Чувствуете, софисты смешны. Если софистика смешна, то она не опасна для города, она приемлема. Почему важно сделать софистику приемлемой? Потому что Евнух и, соответственно, город не отличают софистику от философии. Если город сочтет, что софистика опасна, с философией будет покончена. Следовательно, софистика должна предстать не опасной. И, как мы видим по первому описанию, она такой предстает. Для нас, отвечала я, тут нет разницы. О теле самому будет видно, когда выслушавшись, ради чего он пришел. Сократ предлагает протогору выбор, но не просто выбор из ниоткуда, а выбор в рамках темы, о которой надо побеседовать. Ради чего, рассказал протогор, вы пришли? Вот этот юноша, Гиппократ, здешний житель, сын Апуладора и славного и состоятельного дома. И по своим природным задачам он не уступит, мне кажется, любому из своих сверстников. По-моему, он стремится стать человеком, выдающимся в нашем городе. А это, как он полагает, всего скорее осуществится, если он сблизится с тобою. Вот ты и решай, надо ли потом разговаривать с нами об этом наедине или при друге. Позднее будет повтор, когда они начнут говорить об этом публично. Поэтому сейчас наша с вами задача выявить те вещи, о которых говорит Сократ, чтобы потом можно было сравнить. Итак, что же говорит Сократ об Гиппократе? Начнем с простого. Он местный, он афинянин. И что он говорит? Он не просто из состоятельного дома, он из славного. Да, он родовитый и богатый. Дальше? Он физически здоровый. Ну нет, природные задатки, это не физическое здоровье. Да, ладно. Но Сократ не говорит умен. Он не отвечает, что он не скажет. Да, 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 да. Он, заметьте, причем мне кажется это плохо. Кажется. Потому что мне кажется это следующий шаг. Кажется, что он такой же, как и все остальные сверстники по своим трудным задаткам. То есть он не отличается от всех остальных. Но, по-моему, при том, что он не отличается от всех остальных, он хочет что? Стать человеком выдающимся в нашем городе. То есть политиком стать. А это в каком-то... Уже не как кажется всем, не как кажется мне, а как кажется лично ему. Если он скорее осуществится, если он сблизится с тобой. Сблизится с тобой. Мы хотели что-то добавить. А? Да, конечно. А протогор боится с Сократом? Пока еще нет. Ну, то есть вот они дают свыше встречать? Да, он знает, что Сократ серьезный. Но пока Сократ не представляет угрозу. Он просто пришел в качестве медиума познакомить одного и другого. То есть это было вполне реально, что Сократ мог уговорить протогор тянуть в окрас? Да, да, конечно мог. Да даже уговаривать особо нечего. Деньги принес с собой, да? Но вы заметите, что протогор станет серьезным чуть-чуть потом. Да, они знакомы. Да, протогор скажет в конце, я всегда знал, что ты будешь из этих. Но Сократ еще могут. Их приватные беседы... Ему 40 лет здесь. Я скажу вам, сколько ему лет здесь. Это у нас 432-й. А Сократ родился, да, в 470-м. Чуть ближе к 40-ка, да. Но это первый публичный выход. То есть он все еще молот. Все еще молот в смысле общения с людьми. То есть это публичная беседа. Первая, видимо, первая между Сократом и протогором. А между этим они не идея. Да, да. И протогор не видит подвоха еще. Когда протогор увидит подвох, он начнет бить так, что Сократ в ремянке скажет. Мне показалось, он как кулачный боец. Ударом меня сбил с ног. Но пока еще никакой серьезности речь не идет. Все доброжелательно. Это часть доброжелательности. Значит, смотрите, что Сократ говорит. Сократ говорит, что амбиции и природа Гиппократа не нуждаются в приватности. Амбиции и природа Алкивиада нуждаются в приватности. Поэтому Алкивиад первый и Алкивиад второй – это приватный разговор между Алкивиадом и Сократом. Амбиции и природа Гиппократа не нуждаются. Так Сократ показывает протоколу, что приватность необязательна. И, естественно, дает ему выбор. Ты правильно делаешь Сократ, что соблюдаешь остатки? Заметьте, протокол хвалит и одобряет осторожность Сократа. Как старший софист по отношению к младшему софисту. Где мы найдем такое же? Мы найдем такое же в Евтидеме. Давайте я скажу вам где, а вы откройте Евтидема. Это Евтидем 304. Это умение быстро преподать. Прекрасная черта вашего внесла. Однако она удобна для публичных выступлений с рассуждениями. Если бы вы у меня послушались, и вы сдержались бы отвечать перед толкой, а не то быстро выучившись вашему делу, эти люди не почувствуют вам благодать. Первое, что предлагает Сократ софистам Евтидема и Диане Садонову, не выступать публично. Лучше всего вам рассуждать между собой. Если же у вас будет сушитель, то пусть лишь такой, который заплатит вперед. Да, и следующий шаг. Если вы берете ученика, пусть он платит вперед. Почему? Потому что вы слишком быстро обучаете. То же самое по зрелым размышлениям вы посоветуете своим ученикам никогда не вести рассуждения ни с кем из людей, кроме как с вами и между собой. И между собой достаточно. Сократ знает, что софистика – дело опасное. Как знает это и протагон. Сократ советует молодым софистам Евтидема и Дениса Дору не делать определенных вещей на публику. Вообще не делать ничего на публику. А только между собой и только к теме, кто заплатил вперед. Протагон знает, что не стоит делать всего на публику. Но в данном конкретном случае сделать неправильный выбор. Что еще нас интересует? Нас интересует следующая фраза. Вернитесь назад. Я имею в виду назад к протагону. Ты правильно делаешь. Ты правильно делаешь так раз, что соблюдаешь осторожность. Да, это соблюдаешь осторожность. Не хороший для нас перевод. На самом деле там стоит глагол то же самое, что и в слове Прометей. Ты думаешь наперед. Протагон называет Сократа. Вернее, Платон показывает нам, что Сократ думает наперед. Он Прометей. Помните, там дальше будет Прометей и Эпитимей. Эпитимей буквально думающий за одним числом. Думающий после. Прометей думающий до. Из них двоих. Прометей это Сократ. Эпитимей это протагон. И точно так же, как Прометею придется исправлять ошибки Эпитимея. Точно так же Сократу придется исправлять ошибки протагона. Но мы увидим, что там есть небольшая разница. Например, дело в том, что Прометей сам позволил Эпитимею все сделать. То есть не такой, что не Прометей. Ну ладно. Говоря со мной об этом, сказал Протагон. Чужие девушки. Опять плохой перевод. Мужчине, конечно же. Мужчине из других мест. То есть это нечего. Он сам себя называет мужем. Он Анел. Это важно. Он не человек. Мужчина. Он преподает не людям, а мужчинам. Мужам даже. Которые, приезжая в большие города, убеждают, что там лучших и юнших, чтобы они, в вопросе всех, и родных, и чужих, и старших, и младших, проводили время с ним, чтобы благодаря этому стать лучше. Достаточно. Это ровно то, что происходит в Сократу. Протагон знает, что софистика вызывает возвращение, вызывает зависть отцов. Вместо того, чтобы проводить время с отцами, то есть вместо того, чтобы становиться лучше посредством своих собственных отцов, сыновья начинают становиться лучше посредством непонятных приезжих мужчин. И, соответственно, эти непонятные приезжие мужчины, эти непонятные лучшие мужчины становятся предметами, объектами для зависти и для преследования. Более того, благодаря этому, да, проводили время с ним, собственно, проводили время с ним синусия, да, совместное бытие. Заметьте, чтобы стать лучше, продагон четко обозначает цель софистики – сделать человека лучше. В этом смысле сатистика и философия кажутся совпадающими, потому что Сократ тоже хочет сделать кого-то лучше. Но, смотрите, излечить – значит делать лучше. Это очевидно. И родных, и чужих, и старших, и младших проводили время с ним, чтобы благодаря этому стать лучше. Нужно быть осторожным в таком деле, потому что из-за этого возникает немало зависти, неприятных и всяких навеков. Ага. Нужно быть осторожным в этом деле. Нужно, чтобы беседы между юношами и стариками, между юношами и софистами происходили при закрытых дверях, в приватности. Почему же в данном конкретном случае протагон не против будет публичной беседы? Потому что он не может. Не-не-не-не-не. А с Сократом? Нет-нет-нет. Если вы сказали, что он не может показаться. Сказал бы нет, и все. А кому завидуются? Есть это мир, который может быть завидуются? Отцы, отцы, отцы. Ужарки начали. Вот. Вот. В этом-то нет-нет-нет. В этом-то все и дело. Эта беседа и так происходит за закрытыми дверьми. Тут только софисты и молодежь. Тут больше никого нет. Причем золотая молодежь. Это не публичная речь. Поэтому протагон считает, что нет ничего страшного, если обсуждение будет неприватное. В неприватном смысле один на один. Оно и так приватное, оно за закрытыми дверьми происходит. Спасибо церкви, стоящему, да? Как это? Кастрированному церкви, стоящему на стрёме. Хотя я и утверждаю, что сфистическое искусство очень древнее. Однако лужи, владевшие им в стародавние времена, опасаются рожденности, которую оно вызывало. Церкви скрывали его. Достаточно. Первое. Хотя я и утверждаю, я один это утверждаю. Я первый это утверждаю. Помните, кто такой? Тот, кто говорит первым. Да. Он первым начал это утверждать. Что же утверждать? Что софистика, искусство очень древнее. И мы не с вами, что софистика это не новация, а традиция. Протагон пытается втиснуть себя в традицию. Хотя это неправда. Потому что внутри этой традиции он окажется новатором. Вы уже знаете почему, да? Кто знает, почему он окажется новатором? Да, все остальные древние софисты, они скрывались. А протагон первый, кто скажет, нет, я не скрываюсь. Который он вызывал, всячески скрывали его. Одним служила прикрытием поэзии, как Гомел, Гесиод и Симонид. Итак, Гомел, Гесиод и Симонид, величайшие поэты древности, все софисты. Софисты прикрываются поэзией. Чем еще? Другими странствуют пролицами. Они прикрываются религией. Как ученикам Орфея и Мусея. Ну, заметьте, старого доброго Орфея. О некоторых я знаю даже гимнастику, как, например, Ику. Даже гимнастика может служить прикрытием для софиста. Калентинцу и одному из первых софистов в нашем времени. Калентинцу Геродику, уроженцу Мегар. Ага, в чем проблема с серебристом, геродиком, уроженцем Мегар? Да. Не-не-не-не-не-не-не. В чем проблема с беднягой-то? Чуть-чуть раньше. Новаток нашего времени. Софист нашего времени. Он только что продал скрывающегося софиста. То есть представьте эту ситуацию, да? Евреи бегают от нацистов. Все евреи всегда бегали от нацистов. И вот сейчас вот там вот бегают от нацистов. Он просто продал буквально действующего софиста, который прикрывается искусством гимнастики. Но другое дело опять же, что он продал его в приватной обстановке. В обстановке с закрытыми дверями. Естественно, этот софист, селебристский Геродик, был бы не рад такой откровенности. Смотрите, поэзия, пролицание, гимнастика и... Музыка. Музыка уже сделала прикрытие нашего фокуса. Ваш. Ваш агафокус, великий софист и пифоклит, киоски и многие другие. Достаточно. И пифоклит, киоски и многие другие. Четыре способа прикрыть софистику. Поэзия. Пролицание. Пролицание, гимнастика и музыка. Смотрите-ка, какой из этих искусств Сократ не называет искусством? В разговоре с прекрасным пролицанием. Все остальное искусство. Пролицание, не искусство. Потому что знание о богах крайне сомнительно. Протогору ли не знать? Он точно не знает. Ну вот, 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 вот. Мы должны открыть первого алкевиада, чтобы узнать, кого еще Протогор видал. Алкевиад 1.118 цех. Алкевиад. Наверное, говорят Сократ, что он не сам собой исполнился, а потому что общался со множеством мудрых людей. И с пифоклитом, и с Ноксагором. Теперь еще и в свои годы обучает Судамона с той же самой целью. Остановитесь. Это речь о Прикли. Алкевиад говорит о Прикли. Вернитесь назад. И вот 316 Е. Музыку уже сделала прикрытым ваш Агафокл. Великий софист и пифоклит Киоски. И многие другие. Иными словами, софист обучал Перикла. Проблема с греческим обществом сейчас – это проблема, вызванная софистикой. Проблема с Периклом – это проблема, вызванная софистикой. Помните, да, какую ненависть философия испытывает по отношению к Периклу? Какое презрение даже? Ненависть, скорее, презрение испытывает по отношению к Периклу. Но что еще важнее? Еще важнее будет следующее. Если Сократ выступает против софистики, то он выступает против этой традиции, на которую указывает протокол. А в этой традиции, простите меня, Гумер, Гесиот и Симонит. Сократ недоволен традицией. Недоволен существующей традицией. Потому что она развращает молодежь. Как Пифоклит развратил Перикла, и правда, как надо было развратить Перикла, чтобы он до такой жизни докатился, с Аспазией. Это сложно представить. Точно так же Гумер, Гесиот и все прочие развращают греческое общество. Кто лечит греческое общество? Из поэтов. Мы слишком молоды, чтобы это знать. Нет. Еврипид. Еврипид выступит против традиции написания трагедий. Попытается излечить общество? Нельзя сказать, что попытается излечить. Его трагедия доступна. Можете почитать, как он там лечит общество. Но дело в другом. В Афинах того времени будут ходить слухи, что все трагедии Еврипида написаны Сократом. Что они либо вместе это делали, либо Сократ просто за Еврипида все написал. То есть Сократ знает вслед за протоколом, что Гумер, Гесиот и Симонит – это софисты. Они несут развращение. И против них, против этой поэтической традиции, Сократ выдвигает свою новую поэтическую традицию – Еврипида. Еврипид доступен. Открываете, читаете, ждаете. Хорошо. Тут улист на выходные. Что? Тут улист на выходные. А, я думаю, он уже на всю жизнь я там записал, нет? Но на год точно. Мы должны задаться вопросом. Против поэзии Сократ выступает. Выступает ли он против музыки, гимнастики и прорицаний? Надо открыть ксенофон, на самом деле. Давайте отключим. Против музыки? Потому что в Паллоге он говорил, что среди поэтов они выкрашивают слово. Против музыки? Рут. Против музыки. Нет, а про музыку тогда что он говорил? Там этих поэтов поэтов. Нет, поэта это понятно, а музыка-то здесь. Против поэтов мы видим, как он выступил. Ксенофон еще. Помните про ксенофон-то? А я открываю, на самом деле, мини-ксено. Чтобы увидеть вместе с вами, что Сократ учится не только этому. То есть не только Аспазии. Это 235Е. О ком ты говоришь? Видимо, об Аспазии, Сократ. Да, я имею в виду ее и еще Конна, сына Митробия. Они мои учители. Он обучал меня музыке, а на риторике. Аспазии, да. Аспазии риторики, да. А он музыке. Сократ обучается музыке. И более, причем в старости уже об этом он скажет. И более того, если вы откроете Фидона, Сократ скажет там, что на старости он начал сочинять. Хорошо, а мы возвращаемся к ксенофонту. Это меморабилие, конечно же. И прямо с первой книга, где отрицается, что Сократ отвергал богов. Да, прямо с самого начала. 1.1.2. Что касается первого книжного обвинения, а вот он признает богов, признаваемых виседачем? Ну, городом, конечно. Видите, Сократ все-таки прибегает к гаданиям. Наконец, самая важная часть. Он и сам гадатель, предсказатель, потому что есть некий демон, да, который за него работает. По всему городу ходили слухи о рассказах Сократа, что божественный голос дает ему указания. Это, мне кажется, и послужило... Заметьте, по всему городу ходили слухи не о том, что у Сократа есть божественный голос, а о рассказах Сократа о том, что у него есть божественный голос. Это и послужило главным основанием для обвинения его в том, что он вводит новые божества. На самом же деле он так же мало вводит нового, как и все другие признающие искусства. Узнавать будущее, которое наблюдают птицы, голоса, приметы и жертвы. Они предполагают, что не птицы, не встречные люди знают, что полезно для гадающих, но что боги через них указывают это. И Сократ думал так же. Но по большей части люди выражаются так, что птицы и встречные их отклоняют от чего-нибудь или побуждают. А Сократ, как думал, так и говорил. Божественный голос говорил, он дает указания. Многим друзьям своим он заранее советовал что-то делать, того-то не делать, власть на указание божественного голоса. Но дальше мы не будем. Этого достаточно, мне кажется. То есть, видите, музыка, прорицание и что остается? Это гимнастика. С гимнастикой сложнее. Поэтому даже сложно представить, что я могу вам сказать. Занимался ли Сократ гимнастикой? Да, занимался. Мы встречаем его в том же Нефтедеме. После занятий он там как раз заканчивает и собирается уже уходить, но его останавливают. Итак, протагол говорит, существует традиция. Тем самым выдает, что он выступает против традиции. Раз. Что в этой традиции все великие люди прошлого и даже некоторые из настоящего. Два. Что там есть учитель Перикла. И потому софисты ответственны за проблемы, которые привнес в Афинный Перикл. Три. И, наконец, мы видим, что Сократ частично выступает против них. Четыре. Я же со всеми ними в этом не схожа. И выдумывала, что они вовсе не достигли желаемой цели и укрылись от тех, кто не в городах власть. Ага. Смотрите внимательно. В чем тактика протагола по выживанию? Нет, нет, нет. Наоборот. Скрываться это была тактика прежних софистов. Тактика протагола это быть открытым. То есть, признать себя софистом. Но эта тактика есть результат размышления. Протагор говорит, что он и смелый, и умный одновременно. То есть, я смелый, потому что я первый сказал, что я и есть софист, и я не буду скрываться. Но я умный, потому что я сделал это не потому, что я порвал на себе рубаху, а потому что я понял, что все предыдущие, хотя они и скрывались, провалились. Как провалился Гумер, Гесиот и Симонит, для меня непонятно. Как провалился учитель гимнастики, мы видим. Его только что провалил сам протагол. Но протагол говорит, что он уникален. Я же совсем не в этом не спорю. И мы думаем, что они вовсе не достигли желаемой цели и не принялись от тех, кто имеет в городах власть. А не от тех, кто имеет в городах власть. Но плохо. Дюнаминой. Дюнамис – это не только власть. Это не только сила. Это еще и способность. В русском переводе, наверное, было бы хорошо сказать «могущественные», в смысле «могущие» одновременно. То есть это не только сильные, но еще и способные на что-то. Обманывать людей можно, но, к сожалению, бесполезно обманывать способных людей. А так как способные и занимают власть в городах, то обманывать власть не удается. Зато есть и другой тип людей. Толпа, что-то, что говорят. Ну, толпа. Гой-пулой. Множество. Но оно не большинство. Гой-пулой буквально многие. Но со временем это просто перестало иметь другое значение. То есть это стало такой идиомой, которая значит сама себя. А Бог, что говоря, ничего не понимает. И что те затянут, а он подпевает. Да. Ну, опять подпевает, помните, от гимна слова. Что говорит Протагород? Протагород говорит, что афинская демократия – это иллюзия. Существуют сильные и существует толпа. Кто управляет этими сильными? Кто управляет сильными? Нет, 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 не связано. Это динаминовые, в смысле, способные. Кто управляет? Конкретно имя назовите. Перикл. Перикл. Правильно. С помощью чего Перикл управляет? Да, Перикл управляет… То есть, помните, Фокидида. Это демократия только по названию. А на самом деле, это правление величайшего человека времени. Перикл. С помощью чего Перикл правит? С помощью… Нет, он правит толпой. С помощью чего? Перикл. Нет, чего? С помощью чего правит демократия? С помощью риторики. Конечно. Смотрите внимательно. Толпа повторяет за сильными. Повторяет что? То, что они говорят. Риторика является политическим занятием. Риторика – это способ контроля большинства. И, естественно, протогор заявляет, что он знает, как управляться с большинством, раз он знает природу большинства. И знает, как обращаться с мудрыми и сильными, с динаминой. Потому что он знает природу динаминой. Что они разгадывают его. Что софистам бессмысленно скрываться, потому что сильные все равно разгадывают его. И в то же время толпа… Толпа – это не угроза. Смотрите, Сократ и протогор сходятся вместе в идее, что толпа – это не угроза. Но для Сократа угрозой оказываются отцы. А протогор считает, что угрозы – это сильные, способные, могущественные. И именно их поддержкой нужно заучиться тогда, чтобы не было никаких проблем. Почему не надо скрываться от сильных? Потому что сильные, а, все равно найдут вас. И, б, если вы не скрываетесь, то вы как бы перестаете представить угрозы для сильных. Протогор это скажет. Человек, который скрывается, тому есть, что скрывать. А тот, кому есть, что скрывать, тот вызывает подозрения. Опускаться в бегство. В бегство не имея силы убежать, это значит только изобличить самого себя. Глупо даже пытаться. Людей это непременно вызовет еще больше неприятий, так как они подумают, что такой человек помимо всего еще и ховарен. Ага. Помимо всего это помимо чего? Помимо угрозы. Опасности, да. Смотрите, протогор по ходе говорит, хороший человек тоже может быть опасен. Но он вызывает меньшую неприязнь, чем человек скрывающийся. Скрываться глупо, потому что попытка скрыться увеличивает опасность. К левности, которую испытывают отцы и сильные, добавляются подозрения, что что-то здесь не так. Да, помимо прочего. Протогор говорит, что прошлое нужно отбросить и презирает прошлое вместе на пару с Сократом. Вместе на пару с Сократом он презирает и демократию. Толпа повторяет за сильными все, что те говорят. Подпевает, да, Гимносин буквально, подпевает. Что станет с протогором? Толпа его изгонит из города по обвинению в нечестии. Да. Так же, как и Сократ, протогор пострадает от демократии. Что-то было, что они с Сократом? А обвинение абсолютно... Да, но у Сократа было развращение молодежи и нечестия, а у Протогора только нечестия. Нет, он сбежал. Это не говорит о каких-то качествах? Говорит в определенном роде, потому что Диоген Варцин сообщает, что он умер на время бегства. Он сел на корабль? Нет, он сел на корабль, который должен был плыть в то самое пункте. Есть три типа государств. Близкие, варварские. Да, да, да. Вот он поплыл в далекое государство и корабль утонул. То есть он как бы сбежал, но на самом деле нет. Поэтому он проживал настолько же, сколько Сократ, 70 лет? Прожил бы дольше, но когда бы это было? Отрицание богов в корзе и нечестия? Конечно. Несчастье – это не признавание богов города. То есть не богов вообще, а именно богов города. И не забывайте еще раз, протогор в действительности, исторической действительности, оказал огромное влияние на теологию Афин. И он расскажет нам отчасти, как он это сделал. Как можно признавать богов города, если ты сам не застал? Ты обязан по закону это сделать. Как можете вы подчиняться законам России, если вы приехали из Англии? Точно так же и тут. Вы должны... Софисты, которые приходили из других... Начнем с простого. Они же все софисты-греки. Значит, у них примерно один и тот же пантеон. Разница только в том, что там в условных, где-нибудь в Малой Азии поклоняются Зевсу-освободителю, а здесь поклоняются Зевсу-защитнику. Ну, понятно, что освободителю тоже поклоняются, но там Алтарь поменьше, нет государственного праздника. То есть, допустим, где-нибудь в Спарте, но нет государственного праздника в честь Афины. А в Афинах он есть, ну, в честь нее же город назван. В общем, правда. На самом деле, в Спарте тоже есть, но это десятое дело. Заметьте, возвращаемся к Сенофонту. В чем состояла благочестивость Сократа, как говорит Сенофонт? В том, что он прибегал к гаданиям и приносил жертвы в частном порядке и публичном. То есть, выполнял ритуал. Сенофонт ничего не говорит по поводу того, что верил ли Сократ в богов или нет, но он выполнял ритуал вместе со всеми. Обвинение в нечестии должно... Можно было навлечь на себя, только не выполнив публичный ритуал. Но ни протокол, ни Сократ этого не сделали. То есть, они выполняли оба ритуала. Проблема в том, что протокол написал книжку, против Сократа обозлились отцы. Или другими словами, вспомните, чем Сократ заменяет богов. Да. Помните, обвинитель во время апологии скажет, он не только не признает старых богов, но и вводит новых богов. Сократ поймает его, заставит его замолчать по поводу новых богов. И будет ему говорить, как же это так, так я признаю богов или нет. Но мы знаем, что это за новые боги. Эти новые боги не противоречивы. Они лучше старых. Они не воюют друг с другом. Эти новые боги не вмешиваются в дела людей, а значит, вы не можете поступить, как поступает бог. Нет проблемы, как бог велит и как бог поступает. Развращение и лекарство от извращения. Проблема в том, что он такой же возвращающий, как и лекарство от извращения. Об этом мы, я думаю, поговорим в следующий раз. А сейчас должны, если у вас больше нет вопросов, остановиться, как бы логическую паузу, логическую точку поставить и выйти на паузу.